В нашем мире каждый из нас имеет возможность помочь нуждающимся существам, будь то звери или люди. Сострадание и отзывчивость должны стать нашими главными принципами в отношении окружающего мира. Мы обязаны поддерживать и спасать братьев наших меньших, когда они попадают в беду и нуждаются в нашей помощи. Эта история началась в один обычный день, когда прохожий мужчина увидел нечто странное на улице. Существо с необычной формой головы вызвало у него любопытство и недоумение. Однако, лишь приблизившись, он осознал, что перед ним медведь, находящийся в бедственном положении. Медведь с ведром на морде стоял в безысходности, и только человеческая помощь могла спасти его от этой ситуации. Это напоминание о том, что важно быть готовыми помочь не только своим ближним, но и всем живым существам, которые нуждаются в нашей заботе и внимании. Однажды в лесу произошло необычное событие. Один из местных жителей обнаружил, что медведь попал в ловушку. Видимо, питомец засунул голову туда, потому что там была еда, а вот самостоятельно выбраться так и не смог. Бедному медведю грозила опасность, ведь если бы его не заметили, то через несколько дней его могло бы не стать. Мужчина, увидев эту ситуацию, бросился на помощь и поднял тревогу. Местные жители тут же принялись спасать животное. Операция спасения оказалась очень сложной и требовала много времени и усилий. Ведь дикого зверя нужно было сначала поймать, а затем освобождать из-за подни. Пришлось приложить все силы и найти креативные решения, чтобы спасти медведя. Через какое-то время люди все-таки смогли снять ведро с морды страдающего медведя. Освобожденное животное, так и не поняв, что с ним произошло, просто со всех ног удрал подальше в чащу леса. Хоть благодарности местные жители от него не получили, зато они точно могут гордиться собой и своими добрыми делами. Их отвага и сострадание спасли жизнь медведю и подтвердили, что в каждом из нас есть сила помочь и быть героями. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!